Привет друзья, с вами Макс. Сегодня снова мы тестируем от монофиламента новый пласт со стекловолоконным наполнителем. Для этого я сделал специальный стенд на прочной стойкость и удар, чтобы разобрался новичок в печати Френд. Где пластик супер, а где кошмар? Где пластик супер, а где кошмар? Итак, уважаемые зрители, перед вами стенд для проверки механических свойств филамента в 3D печати. И сегодня мы на нем будем тестировать композиционный материал ABS Pro от монофиламента Composite Glass Fiber, сокращенно CGF, армированный стеклянными волокнами на основе ударомодифицированного ABS пластика. Со слов производителя, он также имеет защиту от воздействия ультрафиолета, а наличие стекловолокна позволяет снизить термическую усадку и придает материалу матовую текстурную поверхность. Материал должен обладать высокой межслойной адгезией и повышенной теплостойкость. Рекомендуемые параметры печати следующие. Температуру ставим 200-210 градусов, Цельсия, что значительно ниже, чем у обычного ABS. Температура у стола 80-90, почти как у PG. Прилипание к столу очень мощное, мне даже пришлось отказаться от дополнительных адгезивных средств. Обдув желательно поставить до 50% для маленьких деталей. Но и термокамера для этого пластика не нужна, ведь межслойная адгезия хорошая. Во время печати филамент практически не воняет, как это свойственно обычному ABS. Но не стоит забывать, что ABS Pro Glass Fiber имеет пластичный характер разрушения за счет наполнителя. То есть стеклянное волокно является абразивным материалом, поэтому производитель рекомендует использовать шестерни из сопла с закаленной или азотированной стали. Для тестирования я купил минимальный объем 125 грамм. По стоимости в два раза дороже, чем ABS Plus от того же производителя. Стабильность прутка можно сказать в норме, но вот реальная хрупкость насторожила. Даже после многочасовой сушки не помогло и в процессе печати словил первый за многие месяцы обрыв. А теперь давайте рассмотрим напечатанные образцы. И как всегда по традиции кораблик Benchy в масштабе 70%. Чем меньше масштаб, тем тоньше стенки и сложнее в печати. И здесь мы видим, что пластик справился просто отлично. За счет фактуры практически не видны слои при печати. Этим кстати часто пользуются многие блогеры и 3D печатники, чтобы в итоге скрыть дефекты и недостатки. Калибровочный куб получился весьма хорошо. Все грани ровные, оплавлений нет и геометрические размеры с небольшими отклонениями. Усадка пластика действительно низкая за счет стекловолоконного наполнителя. Такая же ситуация и с калибровочным прямоугольником, у которого внешние размеры в допусках. Но вот внутренние размеры не соответствуют и в этом не виновата усадка, как многие подумали, а причина в температурном расширении и деформации пластика. Это значит, что толщина выдавливаемого пластика через сопло значительно больше, чем диаметр самого сопла. У АБС подобных филаментов это температурное расширение одной из самых высоких. Поэтому и внутренняя геометрия, а именно вырезы и отверстия, зачастую получаются уже, чем должны быть. Судя по замерам мы видим, что АБС плюс уступает композитному за счет большего отклонения в геометрии. А вот, друзья, более точная печать с высотой слоя 0.12 мм. Это директ крепления для летающего медведя, которое разработал для себя коллега и подписчик моего канала. Он попросил распечатать именно из-за БСПРО ГЛАСФАЙБЕ. Внешний вид однозначно привлекательный, но самое интересное то, что и вес небольшой, всего лишь 44 грамма. Но вот теперь пришло время использовать стенд. И первый тест проведем на изгиб. Образец печатался лежа, все слои уложены вдоль. При рекомендованной температуре 205 на 90 градусов. Периметр стенок 1.2 мм. 100% заполнение и минимальное сечение 4 на 7 мм. Устанавливаем на стенд. Настраиваем весы и производим натяжение. По мере натяжения возрастает нагрузка на образец и уже при значениях в 5,7 кг пластик идет на излом. Это значение мы и фиксируем. Переходим к тестированию на разрыв. Следующий образец напечатан стоя, то есть слои расположены в поперек, в самом узком месте, где сечение не более чем 2 на 4 мм. От такого размещения на столе принтера детали зачастую получаются самыми слабыми. Также устанавливаем на стенд, но в данном случае нас ждет неудача. Деталь разрывается в районе крепления. Поэтому я сделал чуть ниже отверстие для повторного замера и в итоге получил 4,3 кг. К сожалению, межслойная адгезия при печати стоя показала себя ужасно. Деталь очень ломкая и не способна держать нагрузки. Следующий образец печатался лежа при низкой температуре 190 градусов с таким же сечением 2 на 4 мм. Слои расположены вдоль, поэтому его прочность должна быть в разы выше. Также ставим на стенд и проверяем на разрыв. 20 кг, к сожалению, не впечатлили, поэтому тестируем второй образец, напечатанный при рекомендуемой температуре 205 градусов и получаем 15 кг. Прочитав комментарии покупателя от монофиламента, решил тоже поставить температуру 240 градусов ради эксперимента. Но на деталях сразу стали видны обильное плавление. Образец, который печатался стоя, к сожалению, оказался очень хрупким и неспособным к тестированию. А вот второй образец получился более-менее неплохо. Давайте его и проверим. 12 кг это явно не лучший результат, так что повышать температуру нет смысла. Для объективности решил напечатать подобный образец, но с пластика ABS Plus от того же монофиламента и сравнить результаты. Температуру печати я ставил стандартную 240 градусов. При растяжении весы выдали 19 кг. Для перевода в мегапаскали используем следующую формулу. F умножить на 10 и разделить на площадь сечения. В итоге получаем 23,75 мегапаскалей. Следующий этап тестов на ударопрочность. Молоток, согласно закону Ньютона, опускаясь вниз, встречается с препятствием в виде нашего образца, разбивая его на две половины. При этом продолжает свое движение вместе со стрелкой под действием инерции на определенную высоту, но значительно ниже, чем бы он двигался без препятствия. И вот эту разницу мы с вами и будем отмечать на транспортирной шкале. Первым протестируем образец из ABS Plus от монофиламента. Его сечение 8 на 8 мм. Но посередине нашей детали есть небольшое углубление, где это сечение меньше 6,5 на 8 мм. Штангенциркулем делаем пометку для точной установки в тиски. После этого фиксируем образец. Отводим до упора молоток и отпускаем. Деталь разломана, а стрелка указывает на 100 градусов. И если вы помните, без нагрузки молоток поднимался до 30 градусов. 100 минус 30 равно 70. Чем больше этот показатель, тем больше нужно приложить усилий, чтобы сломать образец. Далее ставим ABS Pro Glass Fiber с такими же размерами сечения. Делаем отметку, ставим на стенд и отпускаем молоток. В итоге стрелка останавливается на отметке 100. Отнимаем 30 и получаем 70. Точно такой же аналогичный результат, как и с ABS Plus. А теперь проверим образец, распечатанный при повышенной температуре 240 градусов. Кстати, по внешнему виду видно, что есть небольшие оплавления и перегрев пластика. Что в итоге и повлияло на конечный результат, так как стрелка поднялась на отметку в 95 градусов. Отнимаем 30 и получаем более низкое значение сопротивления 65. Следующее тестирование касается износостойкости. Перед вами три ролика OpenBuilds из различных материалов. Первым протестируем заводской OpenBuilds из материала POM. Это конструкционный термопластичный материал. Замеряем размер окружности 23,92. После этого устанавливаем специальный крепежный механизм и фиксируем на гриндере. Поджимаем эластичной лентой из гибкого ТПУ от FD Plast. И обязательно замеряем весами усилия. Оно составило у меня порядка 4,1 кг. Запускаем по готовности секундомер и гриндер на 5 минут. При этом скорость самой УШМ выставил на отметку 3. Продолжение следует... И вот, пожалуйста, первый результат. За 5 минут ролик POM немного стерся. Давайте замерим фактически минимальный диаметр. Он составил 23,75. Если отнять это значение от первоначального замера 23,92, то получим разницу в 0,17 мм. Что в принципе очень даже неплохо. Ну а теперь протестируем белый пластик ABS+. Делаем замер окружности и он также составил 23,92. Устанавливаем на стенд, замеряем весами и запускаем гриндер на те же 5 минут. По окончании времени получаем следующий результат. Ролик из ABS+, частично деформировался. Видны следы стирания и явное уменьшение диаметра окружности, которое составило 23,25 мм. Если отнять первоначального замера, получим разницу в 0,67 мм. Что значительно отличается от результата материала POM. Ну а теперь долгожданный тест ролика из ABS Pro Composite Glass Fiber. Но так как лента гриндера немного засорилась, то давайте сначала почистим обычным засохшим клеем. Этот лайфхак я уже показывал ранее на моем ютуб канале. Если посмотреть на ролик, мы видим присутствует оплавление на нависающих. Хотя температуру печати поставил рекомендуемую производителем в 205 градусов. И это меня насторожило. При первом замере получаем минимальный размер 23,84. Ставим на стенд, меряем нагрузку и запускаем гриндер. И вот, друзья, мои опасения подтвердились. Образец не выдержал и уже к концу третьей минуты разорвался в клочья. Виной всему, я думаю, низкая температура деформации этого филамента. В процессе испытаний подшипники нагрелись и сделали пластик более пластичным. Даже не помог наполнители стекловолокна. Я считаю, что такие композитные материалы, как стекловолокно и карбон, должны комбинироваться с высокотемпературными филаментами. Иначе их ждет такая же участь. Ну а мы переходим к следующему тестированию на стирание. При этом будем использовать образцы от предыдущего теста. Напомню, что сечение образцов 8 на 8 миллиметров. Штангенциркулем отмеряем 25 миллиметров, чтобы точно установить в испытуемый стенд. И не забываем добавить нагрузку в 4 килограмма ТПУ лентой. Но при этом обороты УШМ снижаем до второй скорости. И, как говорится, поехали. И вот мы видим, как крупнозернистая лента очень быстро стирает образец из АБС Плюс. При этом еще и подплавляя и спекая отработанные остатки от процесса трения. Фактически 34 секунды понадобилось, чтобы стереть пластик с сечением 8 на 8 и длиной в 25 миллиметров. Но на самом-то деле это очень даже неплохой результат для такого филамента. Давайте поставим деталь из АБС ПРО CGF. Также отмеряем 25 миллиметров, закручиваем винтом и запускаем тестирование. Пластик уже с первых секунд активно стирается. Несмотря на наличие стекловолоконного композита, к сожалению, на 21 секунде экран телефона гаснет. Но я добавил секундомер и через 9 секунд стирание пластика завершилось. Если прибавить 21 плюс 9, мы получим 30 секунд. На стирании детали длиной 25 и сечением 8 на 8. Что значительно быстрее, чем предыдущий АБС ПЛЮС. И это на самом-то деле очень печально. Теперь испытаем в агрессивной ацетоновой среде. Правда ацетон у меня слабый, разбавленный. Берем 3 прутка. Оранжевый это ПВА. Белый АБС ПЛЮС. И черный АБС ПРО ГЛАС ФАЙБЕ. Помещаем в растворитель. И держим ровно 1 минуту. Все мы знаем, что ПЛА пластик не должен реагировать на ацетон, в отличие от АБС. Тем самым можем определить, действительно ли АБС ГЛАС ФАЙБЕ является АБСом, а не ПЛА. И да, друзья, оранжевый ПЛА не растворился в ацетоне и даже не деформировался. А вот белый АБС ПЛЮС и композитный АБС очень сильно пострадали во время эксперимента. Это еще раз подтверждает, что АБС ГЛАС действительно относится к типу материалов АБС. Учитывая низкую температуру печати композита, а также предыдущие тесты, я решил проверить, при каких температурах будет деформироваться филамент по методике прожектора 8 кВт. Кстати, спасибо Анатолию за идею. Распечатал образцы размером 100 на 10 и на 1 мм. Из двух пластиков АБС ПЛЮС и АБС ПРО СИДИФ. Сверху укладываю шайбу М6 и включаю нагрев. И вот мы прекрасно видим, как композитный АБС ПРО начал деформироваться уже при температуре 61 градус. Почти как пылопластик, что не свойственно АБСам. АБС ПРО СИДИФ. И к 68 вовсе сложился. При этом АБС ПЛЮС уверенно держит геометрию, без каких-либо деформаций. И только при температуре 75 градусов он начинает медленно, постепенно прогибаться. Ну а при достижении 82 градусов достойно складывается в баночку. Ну и напоследок тест холодом. Я предварительно заморозил два образца в морозилке на сутки при температуре минус 17 градусов. АБС ПЛЮС на стенде выдал на разрыв 19 килограмм. Это 23 мегапаскаля. А образец композитного материала выдал результат при тестировании меньше. Всего лишь 17 килограмм. Это 21 мегапаскаль. Можно сказать смело, что АБС ПЛЮС справился лучше с этой задачей. Надеюсь это видео тестирование вам понравилось. Стоит ли своих денег композитный материал решать конечно лично вам. Также не забывайте, что 11.11 день скидок на Алиэкспресс, где вы можете хорошенько сэкономить. И ссылки под видео в описании в этом вам помогут. С вами был Макс. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok